Здравствуйте, золотые мои! Это Егоров. И, наконец-то, МКС Амкало Тудроц доросли до глобальных проблем, которые есть в большом футболе. И эта проблема – расизм. У меня сейчас 40 минут остается до тренировки, но вы в Телеграме, в Инстаграме просите «Дима, разберись!» Почему это люди вспоминали Бенито Муссолини, это лидер итальянского фашизма? А что ли вы? Бенито, приходи! Почему они просили Гару кинуть Зигу, если он забьет гол? И кто ухал Эду и Эйтану, мешая им играть в футбол? Все, расизм уже на МКС. И вот у меня было 40 минут, я, конечно, во всем разобрался, сейчас расскажу вам, пока тренировка не началась. Но пока хочу сказать, что ставки лучше всего делать на Бэтбум. Это лучший букмекер по версии «Спорт» и «Россия», причем делайте ставки вместе со мной. Я публикую их и в Инстаграме, и в Телеграме. Прекрасно зашли прогнозы на Даниила Медведева в турнире Торонто, который он выиграл. Так что давайте, проходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь за 15 секунд, вводите промокод ЕГОРОВ, получайте до 2000 фрибетов. Ну а мы к нашим замечательным скандальным темам. Ну вот объясню, как это все происходило. Только начинается матч, и ко мне подходит Никита Фенитор и говорит, Димон, инсайд тебе, там такое. Я говорю, Никита, там вообще-то футбол. Он говорит, нет, там такое. Ну вообще в последнее время ко мне постоянно подходят. Там такое, там кто-то подрался, почему ты не снимаешь? Думаю, ну-ка, ну-ка. Ну а здесь я решил Никиту не просто выслушать, а как-то отвлечься от футбола. Он говорит, там кто-то говорит, кинь Зигу, если ты забьешь гол. Это не моя информация. Мне ее донес один цветочек. Цветочек маленький. Бил Фикус. Понятно, кто кричал громче всех с лип-трибуны на старте матча. Как раз такие кричалки про Муссолини и все такое прочее. И про ебать Амкал. Там они достаточно ярко выделялись. Я говорю, Никитоз, ну это такая фигня. Ну, во-первых, Зиги, вот эти все шутки про Зиги, это примерно та же самая ирония над фашизмом и нацистами, как в фильме «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Это, наоборот, низводит до такого невозвеличивания, а наоборот, до самого нижайшего уровня всю эту повестку. А во-вторых, ну может там не Зигу сказали, может Зину сказали. Ну что вот реально на эту хрень отвлекаться? Но, видимо, у Финита было очень такое трогательное настроение в этот вечер, потому что Никита был как раз тем человеком, который даже подошел к трибунам с фанатами Амкала и попросил, пожалуйста, не надо трогать Сашу Ковалю, не надо его обсирать. Вот так вот. Ковалю мы вернемся еще обязательно, но эта тема продолжала жить, в том числе в телеге у Финита, где он еще раз написал, что да, вот были такие плохие люди, которые говорили на фашистские и нацистские темы. Здесь я подумал, что да, наверное, раз Никиту это уже не один вечер вот этот трогательный, его так беспокоит, а переносится и на следующие дни, то значит там реально что-то произошло. И совсем я офигел, когда Фикус выложил видос, когда фанаты вспоминают Бенита Муссолини, это лидеры таянского фашизма, ну, я думаю, даже дети понимают, кто он такой и как это происходит. Но ладно, здесь проблема-то заключается даже не в том, что какие-то люди на трибунах это заряжали, а в том, что они, во-первых, действительно шизили за Тудроц, во-вторых, они шизили против Амкала, и в-третьих, люди, располагавшиеся на этой трибуне, это как раз те, кто пришел по спискам, кого пригласили участники команд, то есть либо футболисты, либо персонал, либо тренерский штаб. И поэтому, когда фанаты Тудроц сравнивают это, ну, точнее, ребята из Тудроц сравнивают эту ситуацию с какими-то выкриками на другой трибуне, но это выглядит довольно странно, и я думаю, что правильно написал как раз Эрик, что им нужно внутри разобраться, кого они могут звать на следующую игру, а кого лучше не звать. Аккурс, кормально! Бенита, приходи! Потому что ситуация действительно ненормальна, учитывая, что несколько темнокожих футболистов, прекрасных парней, которые отлично по-русски разговаривают, не то что отлично, а лучше многих разговаривают по-русски, даже если Амкалбрайт, то выглядит это довольно странно, и еще стране меня удивляет вообще позиция современных футбольных фанатов, потому что они недовольны введением фан-айди, они недовольны тем, что их притесняют, что их там не пускают на какие-то важные мероприятия, что их там кто-то пытается закрыть, да, и тут несколько человек, видимо, приходят с матча Локомотив-Зенит, друзья игроков Амкала или Тудрос, ну, судя по всему, Тудрос, и начинают открыто заряжать про Муссолини, вы просто, не просто себя подставляете, во-первых, можете в отделение уехать, просто так открыто, а вы подставляете еще массу людей, которые стоят за вами, если у вас есть какие-то предпочтения, ну, оставьте их для других мест, зачем приходить и вот так палиться. Ну, ладно, это не важно, это не главный скандал этого вечера, потому что главный все-таки, вот сейчас он раздувается, потому что у Тудроса получается лучше раздувать, он раздувается Эдом, не Эдик, а Эд, Эд, да, все правильно, Эдом, который сказал, что ему и Эйтену по ходу матча «Амкал Тудрос» ухали, ну, как темнокожим футболистам. Естественно, тут же началось подогревание этой темы, мы с Жекой Бабенко это обсудили, и там с другими ребятами, и внутри «Амкала» тут же начали искать, кто же это мог быть, почему было ли это вообще. Я запостил у себя в телеге и в инстаграме сообщение, что даже награду получит человек, который пришлет мне этот видос, где кому-то ухают, и вал сообщений был, вы сейчас увидите, просто вот вал сообщений идет, и основные они, конечно же, про Коваля, что ухали в адрес Коваля, который каждую секунду, когда получал мяч, получал то ли оскорбление, то ли крик в адрес. Тут я немножко отвлекусь, я сделал отдельный ролик про Коваля. Сюда, Коваля и Уда, у нее бывает сюда! Коваля и Уда, у нее бывает сюда! Я не понимаю Никиту Финиту, Никиту Финита, который я начал затыкать своих же фанатов. Коваля и Уда, у нее бывает сюда! Коваля и Уда, у нее бывает сюда! Коваля и Уда, у нее бывает сюда! Слушай, я, в принципе, наверное, придерживаюсь того же мнения, что и ты, что и Гера, по поводу того, что такое может, имеет место быть вполне себе, но опять же, в тот момент, что-то вот мне возникло... Трогательный вечер у тебя был? Ну, не то чтобы трогательный, но матч, во-первых, хуже закончился. Во время матча, ну, заряжали, окей, психологически, кто-то пытались воздействовать, после уже, ну, нахуй, нам надо! Вот, когда Ковалю крючали, я подходил к нему и говорил, Санек, ну, типа, ну, ты же сам понимаешь, типа, не расстраивайся, нормально играй, терпи, и все. Потому что, ну, в какой-то момент, мне было действительно, его немного жалко. Но, когда ты уходишь и замкало, где-то там в грудь бил, куда ты пришел, где люди в тебя верили, это футбол, это игра, и вот в этой игре они в тебя верили, и потом ты говоришь, что это все фигня, перешел в Тудроц, там, сделал татухи, ну, ты предал этих людей, и в формате этой игры, в правилах этой игры заложено, что тебя будут унижать в течение 90 минут. Вот эти 90 минут будут унижать так, чтобы ты сыграл свой худший матч, и Коваль свой худший матч сыграл. Что я, думаю, докажу в ролике, но при этом у меня остается, вот мне действительно там, Санька жалко, но я понимаю, что это правила игры. Он сделал все, что к нему так относились сам. Никто за него это не делал. Он сделал сам. Ну, а теперь вернемся к России, действительно, вот огромные сообщения про Коваль, можете их прочитать, их много, здесь, 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 десятки, что это не в адрес Эйтана, не в адрес Эда, а именно в адрес Коваль. Но, пролистав весь директ, я все-таки нашел несколько сообщений, которые подтверждают, да, на трибунах находились люди, которые в течение некоторого времени ухали в адрес Эда или Эйтана. Происходило это, как мне пишут, в течение нескольких секунд, их потом то ли успокаивали, то ли перебивали другими зарядами, но эти люди нашлись. Вот сначала одно сообщение я получил, что действительно такое было, но без фото и подтверждений. Короче, как все было, я сидел на фанатской трибуне Амкала, и по-моему, то ли во втором по-моему тайме было, когда Эд вышел на поле, несколько фанатов ну, Укали, подразумевая российский контекст, понятное дело. Вот, но это были не все фанаты, и тут же сразу успокоились за водила, которые всегда начинали кричалки в поддержку Амкала. Буквально несколько секунд все это было, чтобы весь матч Укали такого не было, это было совсем там секунд 10-15 максимум. Всегда все сразу успокаивались, да и в принципе было уважительное отношение. И вот сейчас повезло, прям буквально 10 минут назад мне скинули. Кстати, вот здесь забавно, что эти люди попали даже в сторис к Мбапе, который непонятно почему оскорбляет болельщиков Амкала, которые оскорбляют Коваль. Мбапе, ну, ты же понимаешь, если бы ты перешел сейчас в Амкал, вот так же, просто сказал бы, что ты всегда мечтал играть за Амкал, то я думаю точно так же бы оскорбляет тебя и эти ребята. А то, что эти люди просят тобой фотографироваться, это не отношение к Додроц, это отношение к конкретному поступку. Но неважно. В общем, было три человека, выясняется. Один из них в балаклаве с имперкой. Реально, в балаклаве с имперкой. Насколько мне говорят, опять же, насколько пишут, эти люди были пьяными, пришли пьяными по ходу матча на какие-то слова молодых парней, взрослые пацаны, на слова молодых парней они особо не реагировали, просто стояли, шизили, угорали. И для этого записывается еще? Да. И поэтому вот сейчас мне звонят, вот прям видите, вот в эту секунду, мне звонит человек, который является заводящим трибуны Амкала, потому что я же вот на этих видосах смотрю, и они, реально, эти люди стоят в пяти шагах, в десяти от него. И сейчас, вот я надеюсь, он мне должен прислать видео, я его опубликую с его объяснениями, а потом сделаю свой вердикт и залью ролик прям сразу. Всем доброе утро. Хотел сказать насчет людей, которые были с нами на фан-секторе мужиков. Они были в нетрезвом состоянии, были с пивом, это я видел своими глазами, то, что они там стояли, пили. Уколи они, кричали ебать-то дрот, съебать, но мы сказали, мы этого делать не будем. Здесь они меня услышали. И когда пробегал по-моему, Эйнон, или как-то без обид, если какое-то оскорбление сейчас будет насчет имени, потому что я не знаю просто, как тебя зовут. Да, он пробегал, и в этот момент эти люди укали. Сначала ему, потом еще второму человеку. Они укали. Мы сказали, так делать не надо. они сказали, то, что а что мы тут типа будем делать, просто сидеть и все, что ли? Типа заряжать Амкал, поддерживать Амкал. Я у них спрашиваю, вы за Амкал болеете? Да, за Амкал болеете. Были случаи, когда уже все, перерыв первого тайма, мы выходим вниз, эти мужики начинают так же кричать, ебать, ты друг с ебать, я подхожу, им делаю замечание, так не надо делать. Им люди тоже, которые там находились, делали замечание, все вроде, они поняли, и во втором тайме уже было как-то поспокойнее. И эти люди, которые находились с нами, не относятся, культурсу Амкала. Они пришли поболеть. Как мне сказали, они спросили у стюардов, где находится фан-сектор Амкала, и им сказали, что это четвертый сектор. Я думаю, в принципе, что мы со всем разобрались. Да, действительно, было несколько человек на трибунах Амкала, которые ухали, там, два или три человека. Был два или три человека на общей трибуне, которые допустили тоже определенные вещи, но, опять же, я не согласен здесь со словами Эда, который говорит о том, что вот эти люди показывают, почему Россию никто не любит. Эд, если ты посмотришь, что подобные проблемы сейчас есть во всем мире, и в Англии не просто так стоят на колено, а в России, мне кажется, они минимальные. Россия не занималась рыбарторговлей. Мы в России делали рабами друг друга. Вот. И не захватывала территория. Амкал! 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 Ну ладно, золотые мои. Я думаю, в этой ситуации все ясно. Я еще, конечно, сделаю ролик про Коваль отдельный и про парня, там расскажу, которого фанаты Амкала составили извиняться, парня фаната Тудроц. Но на этом все, я думаю, вы все поняли. Большой футбол прокрался, прокрался вот так вот, залез к любительскому. Я думаю, что мы, в отличие от них, с этими ситуациями разберемся быстрее. И спасибо всем за участие, и болельщикам Амкала, и чувакам из Тудроц, и ребятам из Амкала в том числе. Никого такие проблемы не устраивают и все хотят с ними бороться. Такой вот российский скандал. Пока!